Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаем тему шоковой информации по поводу смерти академика Бехтерева и как это связано со смертью Шатунова. Те, кто смотрит мои фильмы, не прерываясь один за другим, понимают нить повествования, те, кто пришли впервые или случайно попали, они вообще ничего не понимают и говорят, не понимаем, как вообще связана смерть Шатунова и Бехтерева. Я отсылаю к ссылкам под описанием последним трем фильмам, для того, чтобы было понятно, каким образом это связано. Я еще не сделала окончательного вывода в фильме, то есть мне он понятен, многим он понятен, но окончательный вывод будет еще отдельным фильмом, потому что надо будет подытожить всю ту огромную информацию, которую я получила за эти полгода, с 23 июня. И если бы не смерть Юрия Шатунова, то я бы никогда не занялась исследованием смерти академика Бехтерева, потому что знала, что был такой Бехтерев, что он был гипнотизер, физиолог, гипнолог, психотерапевт, ну и все, не более того. Естественно, я знала о его внучке Наталье Петровне Бехтеревой, и больше ничего толком я не знала. Ну, умер, умер, что там. Даже легенд о его смерти я не знала. И когда я стала изучать эту информацию, а мне ее, скажем так, подкинули, вот кто-то все-таки нам помогает с этой информацией, не может напрямую, но по чуть-чуть подкидывает, направление дает. А поскольку я все проверяю очень тщательно, я не смотрю просто блогеров каких-то, мне неинтересны поверхностные мысли, мне интересна глубокая интеллектуальная работа, и мне интересны связи. Если там есть люди, я проверяю эти биографии, эти связи этих людей. И вот я совершенно неожиданным образом, вот эту информацию мне точно никто не подкидывал, я вышла на дневники Додина. Кому-то это не нравится, кто-то считает, что играет в верю-не верю, там нельзя верить Додину. Я не занимаюсь игрой, верю-не верю. Я все проверяю сама, я проверяю все фамилии. Там колоссальное количество настоящих фамилий, которые назвал Додин, и которые никто пока не опроверг, потому что информацию эту он разместил в 2011 году. Видимо, раньше вообще было нельзя. Он разместил за три года до своей кончины, то есть уже в глубоком возрасте, в глубокой старости, в 87 лет он это разместил, оставил нам. И это удивительно, потому что если бы не его воспоминания, то никто бы никогда не узнал, кто такая на самом деле академик Ирина Соломоновна Штерн, кто такой всесоюзный староста Калинин. Все это поведал Додин. И только из-за того, по всей видимости, что он сам чуть не попал в тарелку со щами, ну, утрированно говорю, людоедом на стол, вот чудом он избежал этой смерти. И вообще, много чего он чудом избежал. У него колоссальная, интересная и очень сложная жизнь была. И то, что он оставил такое наследие, это просто его человеческий подвиг. Весной этого года я проводила экскурсию по Новой Басманной улице. И вот мы с группой стоим как раз возле того самого дома, о котором говорит Вениамин Додин. И, конечно же, тогда, где-то в апреле, я и предположить не могла, каким образом будет изменена информация, как вообще это все повлияет на весь этот маршрут. Потому что на тот момент Юрий Шатунов был еще жив. И не раскрутилась вот этот весь клубок всей этой инфы, которую поведал нам Вениамин Додин в своих дневниках. Это сад имени Баумана, а мы стоим на Новой Басманной улице рядом с домом 19, дом так называемого Хлудова. И оказывается, что в начале 20 века, в 20-30-40-х годах здесь находился детский дом, интернат латышский. И именно из этого детского дома по ночам забирали детей, которые сюда не возвращались. То есть детей здоровых. Приезжала некая комиссия с тетей Линой Соломоновной, отбирала детей. Додин не попал под этот отбор, потому что он был слишком дохлый, как он сам пишет, после Таганского карцера. А как он туда попал, это я говорила в другом фильме, о том, что он написал письмо Сталину, о том, что в детском доме пропадают дети. Письмо к Сталину не попало. Его, в общем-то, перехватили. Его мальчишку посадили в карцер. Хотели его извести, убить, ну, как бы уничтожить. Но дело следователь, следователь не стал развивать это дело. Короче говоря, ему помогли спастись. Были люди, которые про все это знали и которые противодействовали этим сатанистам. Но покрывались они на самом верху власти, так называемым вциком, которым руководил на тот момент Калинин. А Калинин – это ставленник Троцкого, напоминаю. Они внешне похожи. Естественно, что у нас образ Калинина, доброго такого, замечательного дедушки. И он действительно помогал многим людям, когда к нему обращались с социальными вопросами, он действительно помогал. Но это не отменяет то, что другая его жизнь была очень страшной. То есть он убийца и педофил. Ну и, видимо, не только. Видимо, не только, как выяснилось из этого рассказа Додина. Вот это тот самый детский дом бывший. Он отстроен, конечно, был позже, после войны. Так это было двухэтажное с полуподвалом. Додин говорил, что поскольку окна выходили на уровень земли, и они в окна вылезали и бегали гулять с парком имени Баумана. Вот все здесь сходится. И вот сюда куда-то приезжала с комиссией та самая тетя Лина Соломоновна. Отбирала здоровых детей. Их увозили в ночь. Как мы теперь знаем, в санатории узкое это повидал опять-таки Додин, потому что он потом вернулся в семью. Семья у него была очень известная. Там и врачи были, и родители у него были очень известные, и тетка его была солисткой, балериной Большого театра, еще при царе. И его все знали. В общем-то, ему поведали многие тайны, именно полагая, потому что он прошел такую школу жизни, и ему можно доверить эти тайны. И Додин подтверждает дело врачей, потому что Абрикосов сам лично ему показал список, в которых они принимали участие, но по приказу, естественно, когда они убирали каких-то неугодных членов партии большевиков старых, и сводили счеты. Вот так все это было страшно и серьезно. Поэтому там ни белые, ни пушистые. Додин говорит вообще страшную правду, и не все ее могут воспринять. Но, скажем так, те, кто не может, можете прямо сейчас закрыть это видео и заняться чем-то другим, а мы продолжим свою работу. То есть нервные, пожалуйста, уйдите от экранов, и не надо мне писать ваши глупости. А я продолжаю для тех, у кого нервы крепкие, и кто готов пройти эту правду. Мы закончили на информации происшествия в санаторий Узкая, прошли эту тему, и следующая часть у нас завершающая по дневникам Додина, только по дневникам Додина, потому что он раскрыл вход в кроличью нору. Эта часть – это профессорша. А как же Саштерн? С обвинениями ее в страшном преступлении, экспериментах на детях? Никак. Когда пришедшие в себя после Ежовской ласки Спиранский, Юдин, Бурденко, Рапопорт и кто-то еще из известных нам и нам неизвестных, присоединившихся к ним в попытке приостановить деятельность профессора Штерн, возобновили атаку, их вежливо, но настойчиво предупредили об ответственности за клевету на известную ученую и коммунистку. Тут же собрали приемные прокуратуры СССР, где все тот же Рейн теперь уже вовсе не таясь, от чьего имени заявил, или вы оставите профессора Штерн в покое, или по поручению председателя в ЦИК СССР, то есть Калинина, вами займутся органы. Вот, наконец, в деле со Штерн нечаянно проклюнулся долго прятавшийся за своих шестерок товарищ Калинин. Все, все вроде бы становилось на свои места. А я напоминаю тем, кто постоянно смотрит мои передачи, видео и вот это расследование, кто такой Рейн, Рихард Рейн. Вспоминайте, самые первые, когда вот мы только перешли к теме, как похожая ситуация смерти Бехтерева и Юрия Шатунова, что у умирающего, у кровати умирающего академика Бехтерева находился вместе с его женой молодой некий Рихард Рейн, тоже латыш, какая она латышка. Кстати, детский дом, вот этот на Новый Басман, он тоже был латышский. Какие-то интересные переклички с Латвией идут. Пока я эту связь не установила, но, возможно, она потом всплывет. Почему именно так? Почему именно Латвия? Года через два, когда Лина Соломоновна Штерн стала академиком СССР, а упомянутые Рейном органы все потому, что закону возмездия успели замести и самого Рейна, и Разгона, это Лев Разгон, и Константиновского с Клеменковым, напоминаю, эти те два врача, которые завершали, в общем-то, смерть Бехтерева. Даже по тем временам густо вымазанных в постельном дерьме простого тверского мужичка Михаила Ивановича занавес над скандальной тайной Женевского двора профессора Штерн чуть приоткрыл мне отец Володи Юрки Ждановых. Это врачи, это врачи. Отец врач. Под новый 1940 год за столом у них много было говорено о малоосвещаемой войне за Ленинградом. Вообще о войне, которая уже с сентября свирепствовала в Европе. От наших девочек мы знали, что их приятели, они же слушатели Академии химзащиты, загорают в финских болотах. Что они, химики, там делают? Или финны собираются применять газы, вообще отравляющие вещества? Нет, ответил Сергей Александрович, пока не применяют, но мы обязаны всегда быть готовыми к отражению атаки ОВ. Тут выскочил Исаак Ашкенази и, смяв неприятный для хозяина дома оборот разговора, спросил что-то о механизме воздействия ОВ на живой организм. Ну, оживился Сергей Александрович, это и просто, и сложно. И весьма доходчиво стало нам объяснять технологию, что ли, проникновения молекул отравляющих веществ в различные клеточные сообщества. И тут вдруг я услышал знакомое словосочетание «барьерная функция». Так ведь это же что-то такое, чем занимается Академик Штерн. И то самое, от чего меня спас Таганский карцер и дохлость моя после него. В этот вечер я больше вопросов Жданова не задавал, мешало колотившее меня волнение. Через неделю-полторы мы снова сидели за тем же столом. Когда все мои товарищи расползлись по щелям проходов у книжных полок, я снова заговорил с Сергеем Александровичем о моем понимании механизмов этой самой барьерной функции, применительно к волновавшему меня вопросу восстановления здоровья раненых бойцов всевозможными веществами. Стимуляторами, подсказал Сергей Александрович, полагавший мой интерес закономерным из-за импонирующих ему лекций его сотрудницы Ганнушкиной, возбуждавших в учениках подшефтной ему школой пристальный интерес к его профессии. Наверное, смутять поддохнула я, очень уж близок оказался разговор к мучительной теме. Что же, это очень важная вещь, продолжил Жданов. Ею серьезно занимаются, например, во втором медицинском институте. Штерн? Вырвалось у меня. Штерн? Подтвердил Жданов. Вы ее знаете? Нет, что вы, академик же. Просто это очень интересно и важно. Об этом много говорят. Посмотреть бы на нее. Ну, это несложно. Она бывает у нас, читает спецкурс, консультирует, ведет семинары, участвует в ученом совете. Как-то этот разговор сам собой замялся. То ли он его закрыл, то ли я догадался, что далеко зашел и могу его насторожить. Только весной 1940 года я вернулся к нему, но заговорил уже не со Ждановым, а с Бертой Соломоновной Ганнушкиной. Это племянница того известного психиатра Ганнушкина. Как и с Григорием Вениаминовичем, мы с ней стали очень дружны. Ее смелость в войне с Сундуковым, опаснейшим и коварным подонком, ее опека Юры Яунзема, всеми мерзавцами преследуемого, ее материнское тепло ко мне дружбу нашу сцементировало. Пожалуй, она знала о моей семье не меньше того, что могло быть известно Григорию Вениаминовичу. Ему из-за родства и более всего по линии папы. Ей из-за ее знакомства с мамой, учебы у нее чувство величайшего уважения, которое Берта Соломоновна сохраняла постоянно. Вот смотрите, для того, чтобы мне понять, о ком идет речь, кто такие были родители этого Вениамина Додина, мне пришлось в принципе прочесть всю его информацию, и я наконец-то стала понимать, кто родители, почему так уважали его маму, что за общество они создавали. Это еще до революции. То есть там далеко до революции, там идет в 19 век, во второй половине 19 века аж там где-то с 70-х годов. То есть туда уходит история у него, его родства, его знакомых, вот врачей в том числе, которые в общем-то помогали в русско-японскую войну. Мама очень много спасла раненых, в русско-японскую войну. Вообще его родителей знали во всем мире. Поэтому Додин не такой простой человек, как может показаться. Он не Солженицын, как его пытаются сравнить. Даже рядом не стоял вот этот Солженицын. С ним Солженицын это враль. Додин это человек серьезный, который действительно подтверждено. Его информацию, которую он говорит, можно подтвердить во многих других источниках, у других людей, которые не связаны даже с этой темой. И кто хочет это опровергнуть, пожалуйста, только с аргументами. Если кто-то что-то не верит, это ваше дело. Ваше верю-не верю не имеет никакого значения, пока у вас нет фактов и аргументов. Вот я свои факты собираю и аргументы. И я отвечаю на своем канале за каждое свое слово. Ну, продолжаем. Специально я Берти Соломоновне не раскрывался, не хотел навязывать ей лишних переживаний еще из-за сложностей собственной моей и только моей судьбы. Ганнушкина была из той породы женщин, что без раздумия принимает к сердцу боль всякого бесприютного существа. А уж в бесприютном-то я себя в это время полагать не мог, тем более в ее вечной бесприютности физически искалеченного те человека, женщины, сильный, гордый, мужественный человек Берта Соломоновна чувство жалости ни в ком вызвать не могла. Но чувство высокой любви к себе вызывало всех, кто хоть чуть-чуть проникал за завесу ее деформированного лица маски. Кстати, ни одной фотографии Берты Соломоновны Ганнушкиной в интернете нет. Знаю, что точно, не мне одному приходила в голову и встав мужчиной предложить однажды всем своим друзьям организовать нечто вроде рыцарского клуба защиты Берты Соломоновны от всяких подонков. Этого чувства у всех нас тогдашних не отнять. Оно сродни романтическим порывам открытию неизвестных земель спасения тех же челюскинцев добровольному уходу на фронт. Так получалось, что самые дикие казалось бы порывы сердца всегда осуществлялись даже до наоборот хочется добавить. Кто знает, что я наделал бы еще, если бы не наделал всего, что наделал? Да, я ей специально не раскрывался, но то, чем я делился с ней из арсенала своей информации, полагая, что и именно это она должна знать, Берта Соломоновна воспринимала очень серьезно и, понимая причину моей откровенности с ней, была мне искренне и дружески благодарна и тоже, в свою очередь, была очень откровенна, отвечая на мои неожиданные вопросы, а вопросы, которые я задал после прерванной беседы с Сергеем Александровичем, были для нее неожиданные, но прямой и предельно честный человек, да еще и мой учитель, она селилась на них ответить. Через солидную толщу лет не просто, казалось бы, воспроизвести наш разговор, но он навечно запечатлен в моей памяти. Она подтвердила, Лина Соломоновна Штерн действительно вела некоторые совместные разработки в лаборатории во втором медицинском институте и кафедре Академии химзащиты. Здесь в Академии предмет ее особого интереса был последствия подавления барьерной функции всяческими токсинами, общей исходной задачей совместных исследований создание механизма экстренного снижения барьерной проницаемости, целью усиления сопротивляемости организма проникновению в его жизни обеспечивающие системы всяческих отравляющих и других вредных и опасных веществ разных ОВ, ВВ, ПВ. Я прервал ее. Понимаю, Берта Сламоновна, чтобы уберечь центры жизнеобеспечения применительно к механизму барьерной функции, необходимо подавить барьерную проницаемость для всяческих вредных веществ. Ну, на время атаки что ли этими веществами. Так, а если наоборот, для спасения человека или просто для его скорейшего излечения требуется повысить и очень быстро восприимчивость организма к антитоксинам, например, допустим, сразу после поражения его теми же ОВ, ВВ, ПВ, или в каком-то ином экстремальном и экстренном случае, тогда барьерная функция должна быть срочно повышена или усилена. Так, несомненно. Ну, а если, допустим, барьерная функция повышена, очень повышена, достигла максимума, но исследователю или его начальнику, большому начальнику, самому большому, необходимо воспользоваться самым большим, ну, самым-самым большим, тоже максимально допустимым, стимулирующим эффектом, тогда, как же, начальник жмет, ему к спеху, ему не терпится, ему надо, как тогда? Мне трудно сказать, и при чем здесь какие-то начальники? А мне не трудно, мне не трудно, нет, Берта Соломоновна, тогда, тогда, Берта Соломоновна, одновременно с какими-то неизвестными мне манипуляциями максимализации барьерной функции, будь она проклята, и вселенской мерзопакостности используются особо сильные природные стимуляторы, например, Берта Соломоновна, секреты организма, донора, которые у него берут, высасывают у него где-то в Подмосковье в самую кулиминацию его подросткового развития, тогда, помнится, я кричал громко, не умея себя сдержать, что ты мели, что же кричала Берта Соломоновна, что ты мелишь, кто высасывает, какое подростковое развитие, о чем ты, Бен, что с тобой, со мной ничего, ничего со мной, со мной все в порядке, я дохлым был, вам это не понять, дохлым я был, и меня поэтому не увезли в доноры, а других недохлых еще и сегодня забирают, ночами увозят, ладно, ладно, пес со мной, это я так, но с кульминацией подросткового развития, как же, какого подросткового, но, но, это же еще ни кем всерьез не доказано, нет, нет, понимаешь, нет научного доказательства этому предположению, нет, она поняла, она поняла, о чем я, она все знает, нет научного доказательства, как же тогда нас 15 лет отбирают, забирают, насовсем отправляют в доноры, без доказательств, запомни, раз и навсегда, если не хочешь насовсем исчезнуть, как твои эти дурацкие доноры, запомни, у нас никто никогда ничего не исследует на людях, сперва на людях, тем более на детях, ты не видишь, не знаешь, как у нас берут, берегут, оберегают детей, не чувствуешь, как вас любят, а исследования, они у нас только на животных, и только в пределах закона, запомни, значит, с животными у вас по закону, а вот у нас, у пацанов и пацанок в детдоме, безо всяких научных доказательств, как в сказочке были о поросеночке и его хозяюшке, который любит и выбережет, вот как вы говорите, она ему розовенькому бантик на шейку вяжет, она ему молочком блюдечко льет, парное, как у его мамочки, она гуляет с ним по зеленому лужку с солнышком, она цветочки собирает плевые верночки, ему плетет, она постельку затаскивает сладенького и милует его и целует ненаглядного, и до кондиции дорастает, она тогда дворик свой приводит, конфетку на дорожку сует, чмокает на прощание, отворачивается, когда папаша ее наотмашь обухом врезает в поросячий лоб, ушки себе зажимает, покуда посаженное на нож солнышко исходит визгом, белый свет кровью в таз, а через часок слюни роняет удовольствие, поросячая подружка наворачивает за обе щеки томленую кровяную колбаску, любимое блюдо из любимого и оберегаемого, вот так же Берта Соломоновна, который год уже всесоюзный старост вас, ваш, жрет моих детдомовских товарищей, пацаночек и пацанов, и не их один, и не он один, а стряпает, варивает, и все получается, ваше знакомое, как вам это, не знаю, а мне колбаска кровавая, снится часто, а я не сплю, она из глаз моих лезет, пучится пенно, так живу, я так живу, а вы, вы как? Бен, что Бен? или у вас ответ есть какой-нибудь, нет его, Берта Соломоновна, нет, нет, если вы страшитесь прямо ответить на мой вопрос, чем занимается Лина Соломоновна, Штерн, академик, нет, если знать, не знаете, с какими событиями, с какой мразями, имя ее сопрягается, вы, это вы, а мне-то, как жить дальше, после всего, Берта Соломоновна, конечно, меня самого теперь, просто так за здорово живешь, за колбаску им не пустить, не детдомовские, заступиться есть кому, крикнуть хотя бы на весь белый свет, да разве ж дело во мне, Берта Соломоновна, ведь товарищи-то моих, сновосманы, пацанов и пацанок, их-то до сих пор увозят насовсем, а вы все, все со своим Сергеем Александровичем, любвеобильной Людмилой Ильиничной и русских интеллигентов играетесь, приемы, диспуты устраивайте на начальственных квартирах и рассказывайте благоговейно, каким человеком мама моя была, и хоть кто последовал ее примеру или хотя бы поступку тети Кати Катерины, когда она в одиночку, безоружной совершенно, пошла на медведя душегуба за честь своей Беллы Уваровой, это он имеет в виду ситуацию, когда его вот Екатерина Гельцер кинула в Калинина, пришла и кинула в Калинина тяжелый статуэтка Мефистофеля и разбила ему голову, ей, кстати, за это ничего не было, Сталин просто посмеялся, как говорят, сказал, что так ему и надо, похотливому козлу. Вот такая была история. За Беллу Уварову, балерину Беллу Уварову нашли убитый, а предварительно зверски изнасилованный в лесу, и чтобы никто не докапывался, заодно и ее родителей подвели под срок и расстреляли. То есть все, вот это дело покрыли, и все это делал Калинин. Но, по крайней мере, так говорят свидетели того времени. А прежде за жизнь Юлия Курнфельд, Зои Овциной, Катеньки Балашовой, а вот про этих уже даже ничего и не известно. Если про Беллу Уварову сейчас можно найти эти рассказы, то вот про эти имена даже и вообще ничего и не найти. Мне, люди, вы все как есть. Берта Соломоновна молчала, долго молчала, и у меня не было сил больше говорить с ней. И как не раз в подобных ситуациях бессилие мое подсказало вдруг, какое я имею право я требовать чего угодно от Берты Соломоновны. Кто я такой, что я сам-то сделал путного, кроме того, что понаписал кипу пустых бумажек. Я кто? Мой Иосиф, который однажды забрался на высоченную радиобашню и крикнул на всю страну какие-то самые важные слова откровения, или я один из сигалов и задавил хоть одного мерзавца и всем спас от смерти хоть одну пацаночку или пацана с новой басманы. Ничего я не сделал, лишь сам перед собой похвалялся в принципиальном непротивлении режиму, чтобы хоть что-то суметь успеть сделать и ничего путного сделать не сумел. Ничего. А на несчастную женщину рычу, права качаю, гневлюсь, праведник. Чего ж ты от меня хочешь, чтобы я и Людмила Ильинична с мужем ушли вслед твоей маме и отцу? Ты этой жертвой ждешь от нас. Ничего я не хочу и не жду ничего, и жертва здесь ни при чем. Одно мне надо от вас. Скажите мне правду о штерновских делах, только правду. Если ее знают люди, не дня с Леной Соломоновной, не работавшей, то как же вам ее не знать? С автором ее исследований скажите правду. Я вас не выдам, это вам понятно. Тогда вы развяжете мне руки, освободите мою совесть, квалифицированной, из первых рук, объяснив, что именно происходит на ее дьявольской кухне. Тогда я сумею действовать в открытую, мне точно терять уже нечего. Мало того, я тогда смогу внести уверенность в души людей уже сейчас, воюющих с каннибалами. Они вычислили структуру и знают сущность ее деятельности. Они, наконец, обратили внимание на заказчиков ее преступления и через это знание вышли навстречу ее потенциальным жертвам. Сами жертвы их не встретят, жертвы исчезли. Но всего этого мало. Необходимо знать анатомию зла и вскрыть его технологию. Так поделитесь ее секретами. Я расскажу тебе, что знаю. Хотя знаю мало, очень мало. Ведь все, что делалось с ею и теми, кто на нее работал, действительно секретно. Понимаешь? Ведь именно она контролировала наши совместные разработки. Именно она их консультировала. И она же отбирала результаты исследований, которые не сам Сергей Александрович. Ни мы рядовые экспериментаторы не могли комментировать. Ни она работала на наши темы, мы работали на нее. Но прежде чем ответить на твои вопросы, не в оправдании Лины Соломоновны. Соломоновны нет. Но чтобы ты получше понял, все, что у тебя связано с ее именем, послушай меня о ней. Зачем? Чтобы в который раз и как всегда войти в положение очередного палача, не смей так говорить. Да, ты много успел пережить, но это не значит, что тебе все известно о жизни. Кроме того, черно-белое видение ее жизни этой никогда не приводит к верным оценкам. Послушай, я с Линой Соломоновной знакома с 1926 года. Почти с того же времени работала в Академии по тематике, в которой она и участвовала. Конечно, она твердый орешек. Просто расколоть ее по твоей терминологии невозможно. Но представить, что там запроченной скорлупой можно. Со временем, конечно, прошло 15 почти лет и что-то узналось. Она в сущности очень несчастливый человек. С детства она сама рассказывала, ее обуревали сонны разнообразнейших страстей. Одной, но действительно пламенной ее страстью была жажда необыкновенной любви. Да-да, как и у большинства нормальных девочек. Но эта ее страсть подогревалась очень рано проявившимися талантами во множестве областей. В искусстве, в целенаправленности выбора занятий, в умении учиться, работать, одеваться. Но жажда любви преобладала над всеми иными страстями. Жажда настоящей, навек, до смерти любви. И вот тот самый кульминационный период подросткового развития, когда именно эта страсть воспламеняет будущую женщину, повторяю, неимоверно талантливую и потому отвергавшую даже призрак поражения, она вдруг обнаружила, что некрасиво, что девочка как девочка непривлекательна, что шансов понравится кому-то, не говоря уж о тайно избранном мальчике у нее нет, нет. Нет даже самой малой надежды просто обратить на себя внимание как на наследницу известнейшей на родине ее весьма состоятельной семьи. Ты понимаешь, что это значит? Такое открытие юной женщины с таким талантом. А талант исследователя у нее поразительный, а исследователь это мыслитель, человек, отдающий себе отчет в том, что произошло. Но великий талант он предполагает и страсти великие. Однажды расслабись, а человек она не просто сильный, но еще и жесткий, если не сказать жестокий. Кстати, о том, что она жестокая, это и во многих других описаниях о ней. Так вот, они очень скромные, очень мягкие, стараются, но тем не менее, как в один голос, что она жесткая, жестокая. Не только по отношению к самой себе, а может быть не по отношению к самой себе, а именно к своим сотрудницам. Ну и если она брала и убивала детей для своих опытов, для своих целей, то это еще и садистка. Надо называть вещи своими именами. Она созналась нам. Я была 16-летней девушкой. 16-летней, повторила она. Мы с сестрой-двойняшкой на первом бале, на первом нашем бале. Я вся в ожидании счастья. И что? Все приглашают ее к танцу, все танцуют с ней, все ухаживают за ней, все самые красивые, самые милые, самые умные мальчики города. Ко мне и ее близнецу никто не подходит, никто. Будто меня нет в моем доме, на моем первом бале, будто меня вовсе нет. Нет на бале, который ради меня и сестры дал отец. В тот вечер я умерла, та 16-летняя, и родилась другая. Бог не дал мне любви, он даже не откликнулся на собственную мою любовь к окружающему меня, миру любимых людей, и я возненавидела его. Нет, сатана не стал моим кумиром, но ведь никому не дано знать, кого и каким образом он превращает своих слуг. То есть фактически здесь она признается, что она становится сталинисткой, она отрицает Бога и божественность, то есть какая у нее гордыня, то есть если на нее мальчики не обратили внимания, у нее злоба непомерная на весь белый свет, она решила отомстить. Но именно тогда дочь процветающего балтийского дельца приняла химера коммунизма. Сама выбрала и сама приняла, уточнила Берта Соломоновна. А я подумала, это она про себя рассказывает, не про тете Лина, это она добрый человек, свое собственное несчастье, крушение всех девичьих, всех женских надежд бросила в качестве смягчающего обстоятельства, начавшую весов суда на Длинной Соломоновной. Будто собственные ее муки и собственные страсти кровоточат менее штерновских. Значит, не вышла с любовью, выйдет с мировой революцией? Не полюбили меня, так я им всем покажу, так? Нет, не так. Никому она ничего показывать не собиралась. Она решила, нет любви, будет наука. И она блистательно реализовала эту свою вторую востребованную страсть. Только тут как раз товарищи подоспели, и очутилась она в капкане голой среди волков. Ты этого можешь не знать, но сразу после окончания гражданской войны наши вожди по тюрьмам и ссылкам под запустившие свое бесценное здоровье или привыкнув в эмиграции тщательнейшим образом его оберегать, начали настоящую охоту на именитых европейских целителей, на всяческих ученых-медиков мирового класса. Вслед за действительно великим доктором Залмановым, который поставил на ноги Ленина после первого инсульта наши швейцарцы и каприцы на приглашали в Москву профессоров Шварцмита, Гульде, Цейтлина, Руммеля, Гаратси, Паскони, самого Вудстока. Но все они были иностранцами, поэтому очень осторожно и откровенно неохотно откликались на предложение своих бывших пациентов-эмигрантов. Они страшились из-за своей жизни и за потерю доверия своей постоянной весьма состоятельной клиентуры в Европе, большинству своем отрицательно относившейся к московским комиссарам. Обстоятельства же подпирали. За несколько лет отдали концы многие здоровье искатели, которым теперь только бы жить пожевать. Вместе с тем, многочисленный эшелон нововозникших верхних бояр неумолимо погружался в серую пору старости, когда особенно хочется жить долго и хорошо, естественно, во благо народа. Настойчивый спрос родил в стране вал предложений услуг. Появилось бесчисленное множество целителей, экстрасенсов и коллективов спецов по поддержанию даже продлению самой жизни. Известные и малоизвестные врачи Кляйнер, Роковир, Лившиц, Верховский, Певзнер, Смирнов, Смолин, Познер, Казаков, Левитинов, даже милейший доктор Замков, муж Веры Игнатьевны Мухиной, скульптора, художницы, чудеснейшие женщины, которых в откровенной шарлатаны никак не зачислить, бросились во все тяжкие. Понадеялись в ажиотаже компании борьбы за здоровье начальства быть замеченными и отхватить таким образом теплое место под восходящим солнцем нового советского герба, обрамленного золотыми колосьями и поддерживающего своими лучами тоже золотые серп и молот. Поразительно, но все они люди образованные, безусловно начитанные, никак не соотносили эту вовсе не новую символику к известным по гимназическому курсу истории символом мюнстерской коммуны, а главное к весьма и весьма печальному ему ее апофеозу. Да что мюнстер, они не соотнесли ее с наседательнейшим, как потом оказалось пророческим смыслом, уже предложениями новейших и сверхновых рецептов способов достижения бессмертия или долгожительства. Хозяева страны на приманку клюнули. В Москве скоропалительно создались кафедры долголетия, открывались исследовательские институты продления жизни, возникали центры восстановления молодости, везунам раздавались ученые степени и звания, неудачников, у которых пациенты благодетели из номенклатуры благополучно отдавали концы в кульминацию обретения вечной жизни, расстреливали тут же. Но однажды, летом 1924 года, слегли одновременно в околоматозном состоянии по Шервинскому в гриппе обе любимые сестры зампреда ОГПУ товарища Минжинского Вера Рудольфовна и Людмила Рудольфовна, деятельницы российского революционного движения, так в энциклопедиях. Вячеслав Рудольфович первонаперво опустил их целителей Певзнера и Левитинова в Арсенофьевский переулок, поклялся никогда больше не доверять доморощенным и скулапам и срочно вызвал из океана уже известного нам Исая Яковлевича Хургина, непревзойденного знатока зарубежья. Сколе Хургин, это отдельно надо вот про них, про все эти судьбы отдельно рассказывать, я не буду сейчас говорить, чтобы и так не утяжелять видео, и так очень сложная информация для восприятия. Вскоре Хургин, теперь уже новоиспеченный председатель нововозникшего акционерно-чекистского общества Амторг совещается с Минжинским. Это, кстати, время НЭПа, когда нужно заниматься торговлей в США. И вот Хургин там вот по этим всем внешним торговым связям находится в США, знаком с Маяковским, туда к Маяковскому приезжал. Кстати, вопрос, а что делал в Америке Маяковский. Ну, мы продолжаем. А через несколько дней после этой встречи его уже принимает Лина Соломоновна Штерн на ее кафедре физиологической химии Женевского университета. Подробности этих бесед до сегодня великая тайна есть. Вот. Великая тайна есть. Однако, уже в следующем 1925 году профессор Штерн переехала в СССР. А теперь вспоминайте записи, которые нашли в санатории Узкое начинаются с середины 1926 года. То есть, через полтора года она начинает активную работу по омоложению номенклатуры, в ЦИК, по крайней мере, вот этих всех троскистов, с помощью извлечения из тела доноров специальные вытяжки. Исходы получила кафедру физиологии во втором мединституте Москвы, а в 1929 еще и должность директора института наркомпроса. Видите, как это все было востребовано, все к ее ногам бросили. За эйфорией, волнующего вживания в страну и ее мечты летели месяцы. Все, абсолютно все складывалось именно так, как и предполагали и обаятельнейший Иса Яковлевич Хургин в Женеве, и обаятельнейший Николай Александрович Семашко, нарком здравоохранения, и интеллигентнейший Анатолий Васильевич Луначарский, который тоже пользовался услугами Штерн. Наркомпросвещения, принимавший Лину Соломоновну на своей даче. С первого дня жизни в Москве ей нанесли визиты почти все большевистские ее товарищи, руководители партии и правительства. А специально прибывшие из Ленинграда Зиновьев и московские деятели Рыков, Каменев, Бухарин, конечно же, все трое Минжинских посчитали за честь оказаться ее пациентами. Понимаете, вот они все, Зиновьев, Рыков, Каменев, Бухарин, все были пациенты Штерн. Какими? По поводу чего? А все по поводу того же, в смысле поддержания комплексов здоровья. Но на это существуют специалисты-медики, возражала Лина Соломоновна. А я занимаюсь наукой, не совсем той, что могла бы ответить на ваши вопросы. Они, как сговорясь, отвергли ее сомнения. Действительно, все это обязаны знать врачи, но ваша задача создать для них научную базу соответствующих методов. Настойчивость самозваных ее пациентов, область их весьма конкретных интересов, ничего поначалу общего не имевших собственными ее представлениями о характере ее работы в лаборатории были понятны. Ничего, казалось бы, неприемлемо конкретного ей не предлагалось. Главное, ничто из понятого ею не противоречило ее принципам ученого. Она витала в собственных западноевропейских представлениях империях. И я, Бен, говорила Берта Соломоновна, все время задавала себе вопрос, почему? Почему она уже с первых дней, с первых месяцев работы в Москве не в жизни? Жизни у нее никакой особой не было, была только работа. Почему она обязана была сразу разглядеть, разгадать, понять все то, что даже последующие десятилетия не пожелали? Пусть не сумели ни разгадать, ни понять, ни разглядеть записные Людоведа, Вихвангеры, Барбюсы, Роланы Шоу. То, что великолепно знал и до смерти покрывал Горький. Вот, кстати, для меня это загадка, потому что здесь я не понимаю, что под этой фразой подразумевается, что знал и до смерти покрывал Горький. Горький, я теперь понимаю, тоже был очень непростой, фигурой очень непростой. Он действительно очень много всего знал. Но что? Узнаем ли когда-нибудь? Найдем ли эти ниточки? Продолжаю. Да, она еще ничего не видела и не знала, тем более не умела предвидеть, просто житейски представить себе, пусть даже самое недалекое, собственное свое будущее. Но ведь его не видеть, не представить не сумели все те, кто сам будущее это измысливал, конструировал и строил, тоже не иначе, мельтешать в своих персональных сферах. Да, Бен, продолжала Берта Соломоновна, тогда ее ничего не настораживало. Ученая она на всякую негативную мелочь своей ее ипостаси новой советского гражданина внимания не обращала. Ей понятно было естественное в каждом новом движении явление отрицательного результата, во многих случаях исследовательски полезного. Но не насторожил внезапный злой монолог Марии Игнатьевны Гляссер. Еще в декабре 1923 года Сталин, которого она раскусила, отстранил ее умницу, главную секретаршу Ленина, от полутрупа бывшего вождя, как не пожелавшую служить новому. Но здесь Берта Соломоновна Ганушкина, она, так сказать, переигрывает и свои домыслы по поводу Сталина. Уж какая там умница эта Мария Игнатьевна Гляссер, которая не пожелала служить новому. Да Сталину она была не нужна. Что значит не пожелала служить? Ее бы никто и не спрашивал. Служила бы как миленькая. То есть видите, как они о себе, какого они себе все-таки мнения. Даже когда они борются вот с такими, как Штерн, они все равно о себе очень большого мнения. Просто вот, ну, эго зашкаливает. Ну, продолжаем. Она предупредила Лину Соломоновну, которую знала 15 лет. Кстати, откуда она знала? Лину Соломоновну. Видите, откуда у них идут эти все связи? Издалека, издалека, издалека. И вот они все с этими связями, вся эта, вся эта сионистская, в общем-то, схема пришла сюда, в Советскую Россию. они шли сюда и шли, и шли, и шли, и тащили их свои, 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 потихонечку, полигонечку, незаметненько. И вот только сейчас, спустя сто лет, какие-то связи эти выходят. То есть, из того, что они прикрывают, из того, что они сами говорят, вот выползают уши, что называется, другие уши ослов и новая информация, которую они вот запихивают, подпихивают, она все равно вылезает. Знала ее 15 лет и к которой относилась с сестринской нежностью, что ей, линии, еврейке, необходима величайшая осторожность по отношению ко всем, без исключения еврейским выскочкам, домогающимся ее дружбой и помощи по поводу возобладавших над еврейским же разумом зоологических вияний. Но здесь вот с большим чувством юмора. Совершенно непонятная фраза и примечание делает ее еще непонятнее. Это он сам Додин пишет. Ну почему непонятная? Понятная зоологических веяний, то есть они хищники, человек человеку волк, даже среди евреев. Тем более, что они увязываются в представлениях означенных товарищей с некими каннибальскими методами реализации, которые приписываются ей Лене Соломоновне Штерн. Вот, пожалуйста, что называется черным по-белому пишет Додин. Пишет со слов Берта Соломоновны Ганнушкиной в открытую каннибальские методы реализации, которые приписываются ей Лене Соломоновне Штерн. Методы ее омоложения. Ничего нового, получается, Лена Соломоновна не придумала. Как вампиры омоложались за счет молодой крови, пили кровь, ели молодых младенцев. Все то же самое. В чем уж тут гениальность ее, непонятно. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, предупреждение Гляссера ее не насторожило. Об этом гляссеровском выступлении мне в 60-х годах рассказал отсидевший 20 лет на Колыме Людмила Ильинична Красавина Смирнова, племянница расстрелянного Ежовым, наркома здравоохранения Каминского, того самого Григория Наумовича, который от имени того же Ежова поздравлял врачей Штерн Аборцев. Она с 1926 по 1937 год работала рядом со Штерн. Сказанная Гляссера рассказывала Людмила Ильинична действительно не насторожила Лину Соломоновну, а должно было даже быть оно только передачей вздорных слухов. Вот, кстати, большой вопрос. Вот здесь вот видно, что за этой информацией есть еще другая информация. Мы не знаем, какая конкретность, что уж она ей там такого понарассказала. Это Мария Игнатьевна Гляссера. Непонятно. Но продолжаем. Что есть, то есть. Исходим из того, что вот написал нам Додин и зато низкий поклон. Не удивляйтесь, ничего особенного в родственном между собой нам подборе кадров не было. С первых минут советской власти каждого иностранного слепца, хоть и коммуниста, плотно окружали своими слубянки или из собственного Кагала. Вот, пожалуйста. И что здесь не сионизм? Нет, бедные евреи, нет никакого сионизма. Мне, пожалуйста, вот Додин пишет. Гляссера не смогла насторожить Штерн. Это была всего лишь названная своим истинным именем сущность ее практики, тянущейся, кстати, напрямую из Швейцарии. То есть, намек на что? Что в Швейцарии давно занимались такими практиками. То есть, брали вытяжки адренохром из живых, что называется, детей. Но там она была свернута быстрой и недвусмысленной реакцией университетских ее коллег. То есть, там она ушла в подполье. Значит, все-таки не захотели врачи заниматься этим. Именно это обстоятельство, никак не идейные мотивы и привязанности, о которых любят трепаться апологеты Штерн, склонили весьма прагматичную и трогательно привязанную к европейскому комфорту Лину Соломоновну к отъезду непредсказуемость Советской России. То есть, ей хотелось заниматься именно этим адренохромом. Поэтому она бросила все и приехала в Советскую Россию, потому что здесь ей дали полный карт-бланш. Да еще почти сразу после скандальных высылок из нее на запад света русской науки и культуры. Имейте ввиду все, что связано с именем Штерн запутано и неоднозначно и всегда плохо пахнет. Да, а ваша Ганушкина Вениамин Залманович предобрейший человек. Где уж ей было до понимания первопричин нравственной эрозии личности такого масштаба и уж еле знать что нравственно а что безнравственно. Все, что приводит меня к моей цели нравственно вбивало Штерн в наши головы. Представляете? То есть все, что она у нее цели большой вопрос надо узнать еще ее цели хотя и так понятно. Все нравственно то есть убивать детей ради достижения своей цели это нравственно Паштерн то есть это фашизм в чистом виде это потом все перешло в немецкие концлагеря в Освенцим. Чем она не фашистка? Она пакостнейшая изо всех безнравственностей браться за дело которые не умеешь и боишься довести до конца так учила так действовала большой ученый вот он это пишет в больших в скобках преступник страшный человек беспощадный ко всем к нам сотрудникам подчиненным коллегам к обитателям вивариев вивария это там где содержатся животные для опытов ну и дети в детдомах в том числе это тоже виварии которые брались на опыты и на адренохром к таким как ваш на Новобасманной 19 тоже даже тень доброты казалось бы присущей каждой женщине отвергалась ею принципиально как порочная субстанция недостойная строителя коммунизма это вообще представляете это сатанистка страшная доброта говорила она показатель морального разложения ученого большевика нормально учет смягчающих обстоятельств преступления как же так поражались мои знакомые когда узнали о характеристике переданной Линой Соломоновной в НКВД вслед за моим арестом известный ученый сама составила подписала убийственную объективку донос на свою лучшую сотрудницу девчонку она еще и доносы писала академик же академик а что академик Вышинский творил миленький Ангей Януанович как писаясь величала его моя кузина секретарь этой сволочи дни когда нас с ней замели эта пара Вышинский и Штерн одним за ходом стали действительными членами академии и безоглядно продолжали творить свои паскудные дела да и на кого им было оглядываться не на замученных же им прокурорам россиян и друзей по партии или ей на детдомовцев пропавших с концами после ее медкомиссии кто их всех считал кто спросил с них за всех а детей верещали те же мои знакомые дети детей это как они могли так и могли как смогли уничтожить миллионы детей всех народов и сословий России целенаправленными газовыми акциями против восстания и тамбовщины этим кстати я хочу сказать занимался Тухачевский так что расстрелян был абсолютно правильно организованными голодоморами на Украине а это тоже братья по разуму что называется Кассиор этим голодомором занимался тоже надо отдельную информацию давать и в Поволжье северными и сибирскими этапами раскулаченных многодетных крестьянских семей со всего СССР тотальными депортациями народов и гибельной для них провинции вырубанием их карательными кавалерийскими корпусами в Туркестане опять-таки я хочу сказать что даже сейчас даже есть вот у Гордона видео о том что в ГУЛАГе все комиссары были евреи они сами это признают это все делали братья Сиона на этом можно было бы поставить точку в рассказе моих поисках правды об ученой тете Лине имя которой и тонкие пальцы прозрачных перчатках преследуют меня всю жизнь вроде бы ничего нового не прибавили мне рассказы профессора Семена Сергеевича Халатова от накашника мамы по Курску Петербургской медико-хирургической академии патофизиолога товарищу ее по мировой войне и спасению в 1929 его перевезли в Москву и было почти тянули в Штерновские дела а заталкивал его в эту мышеловку все тот же Калининский Рейн когда же Семен Сергеевич поделился фактами об использовании Лины Соломоновной не совсем корректных методов приобретения специфических материалов для своих экспериментов тот рассердился даже изволил разгневаться и официальным тоном заявил что корректность то бишь законность определяется людьми влиятельнейшими естественно например председателем ЦИК СССР товарищем Михаилом Ивановичем Калининым который весьма пристально и заинтересованно следит за исключительно ценной для советского государства деятельностью профессора Штерн вот здесь прямое название кто покрывал эту Штерн и ее каннибальские методы Калинин об исключительном значении для советского народа и его руководителей деятельности профессора Штерн рассказывал Петру Борисовичу Ганнушкину дядьке Берта Соломоновной сам Николай Александрович Семашко пожалуйста опровергайте кто с этим не согласен опровергните Додина попробуйте опровергните он познакомился с мамой на второй Балканской войне узнал ее сразу понял с кем судьба свела его и став 1918 наркомом здравоохранения ни на минуту не выпускал ее из виду если ничем помочь ей не мог при первом ее и отца аресте то энергично помогал их освобождению при всех последующих акциях ЧК ОГПУ неосведомленная моей личной заинтересованности в информации Алине Соломоновне Николай Александрович и мне сообщил об особом интересе Михаила Ивановича Калинина к исследованиям Штерн и о той деятельной опеке которой тот с первых дней пребывания профессора Штерн на советской земле не устает простирать над ней и сам он Семашко много участвовал в развитии контактов с медиками за рубежом а 1930 по 1936 состоял президиум в ЦИК в деткомиссии вместе с Линой Соломоновной и в деткомиссии подумал я везде она да там где есть вот эти фонды особенно фонды детей особенно детей сирот туда лезут все эти сатанисты людоеды педофилы естественно они все там они будут занимать большие посты они будут это все курировать потому что это самый вкусный и самый прибыльный бизнес мировой везде она и тут вспомнил об интересных деталях этой истории рассказанных мне Замятином корпусной генерал-медик советского времени Александр Иванович Замятин был манжурцем активным участником спасения даже другом молодости Юрия Иоанновича Розельфельда вот я говорю здесь приходится продираться сквозь все эти фамилии я понимаю что и вам сложно даже на слух это воспринимать но так сказать что делать надо работать надо продираться сквозь всю эту информацию и потому знакомцам бабушки ну бабушки вот Вениамина Додина не раз был вместе с мамой на Первой мировой и на гражданских войнах инспектировала ее госпиталь от военно-санитарного управления а позднее от совета врачебных коллеги после войн часто бывал у нас трогательно ухаживал за начавшей терять зрение Екатериной Васильевной ну гельцер балериной и был одним из немногих посвященных в истории ее отношений Карлом Густавом Маннергеймом которого знал с 1904 года жаль только что поговорить с ним один на один на штерновскую тему случилось мне слишком рано почти сразу по вызволению из детдома тогда Александр Иванович имел все основания видеть во мне ребенка и соответственно адаптировать смысл и детали своих воспоминаний конечно бабушке он рассказывал все поэтому восстанавливаю их в ее пересказах и так на этом четвертую часть повествования Вениамина Додина заканчиваю потому что оказалось и так очень длинная часть и очень тяжелая для восприятия но ничего не поделать я понимаю что большинству очень сложно это даже слышать воспринимать запоминать я сама продиралась ну где-то месяц я вам покажу как я работала с этим материалом это действительно очень сложно но этот труд того стоит тот кто пройдет вместе со мной эту информацию не поленится может быть не один раз послушает эти видео которые я записала может быть найдет текстовые и сам проверит все я вас уверяю что вы получите колоссальную информацию о том времени это обогатит вас историческими настоящими знаниями потому что ни один историк вот эту историю Додина нам так на блюдечке не преподнесет а я вам ее раскладываю по полочкам и это не конец потому что я потом сделаю объективный анализ того что я узнала а сейчас благодарю за внимание подписывайтесь на все мои каналы на телеграм-канал вы знаете что монетизации у нас нет и все кто поддерживает мой канал я вас всех благодарю всех вам благ с вами была Галина Конышева до свидания до свидания った ёлина Продолжение следует...